Добрый день, дорогие друзья! На нашем сегодняшнем уроке, вторым с нашего цикла, мы будем говорить о глаголах. Если на первом уроке мы с вами узнали все, так сказать, загадки польского алфавита, все его тонкости, то вот сегодня мы обратим в сторону глаголов. У нас в гостях на уроке наш ученик это Руслан. Меня зовут Томаш. Давайте посмотрим на следующие глаголы, которые мы сегодня подготовили для вас. Это не случайные глаголы, это слова, при помощи которых вы сможете, поверьте мне, построить очень-очень много фраз. Более того, эти глаголы подобраны для того, чтобы помочь вам делать первые шаги в познаниях польского языка. И первый глагол «меч». Это на русском языке «иметь». Вот мы его повторим с вами еще раз «меч». Это я хочу обратить внимание, что все глаголы, которые я вам буду говорить сейчас, это глаголы в инфинитиве, то есть в форме без использования лиц. Итак, Руслан, повтори, пожалуйста, глагол «меч». Хорошо. Второй глагол, глагол «быть». Он особенный в польском языке, мы об этих особенностях еще будем с вами сегодня говорить. Тем не менее, глагол «быть», русский глагол, звучит очень похоже на польский «быть». Повтори, пожалуйста, глагол «быть». Спасибо. Очередной глагол «знать». Это на русском языке «знать». 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 Спасибо. Вот есть вторая форма этого глагола. Чем он отличается? Вот мы сейчас с вами будем говорить. Этот глагол значит «ведеть». «Ведеть». «Ведеть» – это тоже «знать». На самом деле, какая вот вопрос, какая разница между глаголом «знать» на польском языке и «ведеть». Так вот, «знать» можно «когощ». А «ведеть» можно «цочь». То есть, на русском языке «знать» можно «кого-то». Знать можно «работодателя», знать можно «друга», «сестру». А «ведеть» можно «что-то». То есть, иметь какое-то «знание». Я «вем» о том. То есть, я «знаю» об этом. Я «вем», как «продукую» еще «чоколаду». То есть, я «знаю», как производится «чоколад». То есть, вот такая разница в польском языке между этими глаголами есть существенна. «Знать» и «ведеть». Можешь еще раз повторить? «Знать» и «ведеть». Хорошо. «Есть». То есть, «кушать», «есть». 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 Спасибо. Очередную глагол «читать». «Читать». Спасибо, Руслан. Ну, как вы, наверное, поняли, сами догадались, это и есть русский «читать». Это глагол такой похожий тоже на русский язык. «Слухать». «Слухать». «Слухать» – это слушать, да, вот он так глухо говорится, слухать. «Уберать чем». «Уберать чем». Да, вот Руслан правильно сказал. «Уберать чем» – это одеваться. И вот здесь, кстати, стоит обратить внимание на глаголы, которые оканчиваются такими вот окончанием «щем». Это окончание пишется отдельно, как вы видите, и можно столкнуться с такими вопросами. А что значит слово «щем»? Вот ответ будет следующим. Это слово не имеет никакого значения. Это слово является некой формой окончания в русском языке «ся». Единственное, что, если, например, мы говорим «одеваться», то мы имеем целое слово сразу «одеваться». А окончание «ся», то есть как бы «себя». Вот, да, одевать себя. В данном случае здесь так же самое есть, «уберать чем», то есть «щебя» уберать, да, и с той разницей, что вот это вот окончание «щем» пишется отдельно. И более того, оно иногда у нас путешествует, перемещается и может перемещаться спереди. Вот, но об этом мы будем еще говорить на очередных уроках, тем не менее, «уберать чем» – такой глагол «одеваться». Так, значит, есть еще один такой глагол «кохоть». Повтори, Руслан, «кохоть». Да, «кохоть» – это любить, да. Вот тут здесь, видим, похоже на украинский язык. Вот слово «любить», «кохоть». Пойдем дальше. Есть глагол «хчеть». Этот глагол, как вы, наверное, догадываетесь, значит «хотеть». Можешь повторить? «Хчеть». Да, «хчеть». Идем дальше. Глагол, который говорится «мутс». Глагол «мутс» на русский язык переводится как «мочь». Я могу, ты можешь, так? Я могу, ты можешь. Муць. Можешь повторить? Муць. Так. Есть очередной глагол, тоже похожий на русский, свой аналог «пить». Ну, как, наверное, все поняли, значит, это «пить». Да. Вот. Повтори, Руслан. «Пить». Так. «Пить». Глагол «мувич». В старорусском языке было такое слово «мовить». Да. Вот. Это значит «говорить». На русском языке «мувич». Повтори, пожалуйста. «Мувич». «Мувич». Вот. И вы тоже как бы за нами, не забываем, повторять вот эти паузы, которые вы после каждого слова слышите. На самом деле, он не для этого, чтобы вы могли повторять эти слова, причем не один раз, а два раза. Вот. Идем дальше. Глагол «исть». «Исть». Это значит «идти». Скажи, пожалуйста, русском. «Исть». Так. «Исть». Хорошо. Глагол «брать». Можешь повторить? «Брать». Да. «Брать». Это «брать». Да. Глагол «мыслить». Это значит «думать». Да. «Мышлять». Можешь повторить? «Мышлять». Так. Спасибо. Идем дальше. Глагол «видеть». Глагол «видеть» значит «видеть». Да. То есть «смотреть глазами». Что-то «видеть». Да. Повтори, пожалуйста. «видеть». Так. «Видеть». Спасибо. идем дальше глагол писать то есть когда мы пишем письмо или пишем email до писать так повтори пожалуйста писать глагол сидеть сидеть то есть сидеть так можно сказать сидеть спасибо идем очередной глагол спать то есть как бы наверно все поняли имеется ввиду сон так спать спать может повторить спать глагол процовать это слово которое не совсем имеет аналог русском языке процовать это работать на процовать скажи процовать так процент такое занятие если у некоторых процент вот робить глагол робить он похоже на глагол процовать но обозначает делать то есть мы понимаем есть разница между словом работать и делать да также в польском языке процовать и робить так робить повтори пожалуйста робить так идем дальше ехать то есть ехать да можно на машине на велосипеде ехать так повтори пожалуйста ехать так и у нас остались еще два глагола чеши чем чеши чем чеши чем это значит радоваться так радоваться повтори чеши чем борзу добжем и последний глагол на сегодня учить чем это учиться нам повтори лучше чем дома вот обратим внимание опять на эти окончания чем мы видим здесь учить чем да и чешить чем радоваться и учиться дам вот пусть вас не смущают вот эти вот странно вот три буквы в конце слова на вот это окончание сям хорошо и таким образом мы сейчас ознакомились с 25 глаголами которые на наш взгляд будут конечно на повседневной речи и жизни вам очень необходимы конечно глаголов сотни и тысячи и тут можно спорить кто которые из них важнее которые менее важны которые более часто используются которые реже тем не менее пожалуйста вы учите эти глаголы сейчас мы в дальнейшей части урока мы научимся склонять эти глаголы в настоящем времени чтобы мы с вами вместе понимали как этот глагол каждый из них применять в отдельной части фразы в дальнейшем мы будем тренироваться с вами составлению разных фраз этими глаголами а вот сейчас мы перейдем именно к склонениям но перед тем как мы перейдем к склонениям я хочу обратить ваше внимание вот вы видите вот сейчас перед собой все эти глаголы в двух неких графах да вот они разделены на две группы и не случайно я вам зачитал сначала первую группу а потом вторую группу эти глаголы сгруппированы по форме склонения в первой группе находятся глаголы которые в первом лице я склоняются с окончанием на м или ам а вторая группа это глаголы которые от первого лица я склоняются на окончание и вот мы сейчас с вами это все проработаем это важно потому что именно форма склонения окончания этих глаголов будет потом в дальнейшем влиять на их различные склонения и применение фразах и так наверно начнем с первой группы за глаголов она менее численно в те группы в тех 25 глаголах и здесь меньше глаголы которые заканчиваются на м или ама вот посмотрите глагол иметь на меч и на самом деле если мы хотим сказать о себе что я мы говорим я мама и вот так слушайтесь я мам кстати говоря на предыдущем уроке мы этот глагол уже с вами обсуждали на первом уроке мы учились представляться и там этот глагол применялся в фразе я к маш на имя тем не менее сейчас вернемся к нему я мам ты маш он ма мы мамы в матче они майон я сейчас попрошу руслана чтобы он повторил это склонение я мам ты маш он ма мы мамы в матче они майон вот отлично превосходно сейчас пойдем к следующему глаголу глаголу быть вот этот глагол как я самом начале сказал он несколько особенно потому что в отличие от русского языка в польском языке этот глагол склоняется более того в настоящем времени этот глагол имеет совсем другую форму и если например в русском языке мы говорим я есть ты есть он есть мы и так далее то в польском языке вот в каждом лице форма этого глагола отличается и так я я еще раз я есть ты есть он есть мы я есть мы вы есть и они сон я попросу сейчас руслана чтобы он повторил это я есть ты есть он есть мы мы есть мы есть мы вы есть и они сон а дзянку я идем дальше очередную глагол знать так и опять я знам ты знаш он зна мы знамы вы значе они знают спасибо отлично я вот уже сейчас сразу хочу обратить ваше внимание на некоторые закономерности итак обратите внимание на второе лицо ты вот как мы видим мы видим форме ты ты знаешь да и внимательно посмотрите на третье лицо что мы видим? Мы видим он знал. Обратите внимание, что третье лицо образуется после отнятия буквы Ш, то есть СЗ, буквы Ш от второго лица. Вот мы сейчас на последующих примерах это увидим очень четко. Вот мы видим очередной глагол ВЕДЕЧ. Посмотрите, я ВЕМ, ты ВЕШ, он ВЕ. Вот видите, опять ты ВЕШ, он ВЕ. Отнимаем от ты ВЕШ букву Ш последнюю, получаем он ВЕ. Идем дальше. Мы ВЕМЫ, ВЫ ВЕЧЕ и ОНИ ВЕДЗОН. И так еще раз. Я ВЕМ, ты ВЕШ, он ВЕ. Мы ВЕМЫ, ВЫ ВЕЧЕ, ОНИ ВЕДЗОН. Можно просто повторить? Я ВЕМ, ты ВЕШ, он ВЕ. Мы ВЕМЫ, ВЫ ВЕЧЕ, ОНИ ВЕДЗОН. Спасибо. Идем дальше. Глагол ВЕСТЬ. Я ВЕМ, ты ВЕШ. Как вы наверно догадываете, что он, отнимаем букву Ш, получаем Е. Он Е. Я ЕМ, ты ВЕШ, он ВЕ. Мы ВЕМЫ, ВЫ ВЕЧЕ, ОНИ ВЕДЗОН. ЕДЗОН. Обратите внимание, вот сейчас очередную закономерность буду вам подсказывать, на первое лицо множественного числа, МЫ. Обратите внимание, что всегда эта форма заканчивается именно окончанием МЫ. МЫ ЕМЫ, МЫ ВЕМЫ, МЫ ЗНАМЫ, МЫ МАМЫ. Посмотрите, да? То есть, в принципе, вот такая закономерность тоже важна для того, чтобы вы её запомнили. Она вам будет всегда помогать правильно склоняться. Итак, Я ЕМ, ты ЕШ, ОН Е. МЫ ЕМЫ, ВЫ ЕЧЕ, ОНИ ЕДЗОН. МОЖЕШЬ ПОВТОРИТЬ? Я ЕМ, ты ЕШ, ОН Е. МЫ ЕМЫ, ВЫ ЕЧЕ, ОНИ ЕДЗОН. Спасибо большое. И пройдем к следующему кругу. ЧИТАЦ. Я ЧИТАМ, ты ЧИТАШ, ОН ЧИТА. МЫ ЧИТАМЫ, ВЫ ЧИТАЦЕ, ОНИ ЧИТАЮ. ПОВТОРИТЬ? Я ЧИТАМ, ты ЧИТАШ, ОН ЧИТА. МЫ ЧИТАМЫ, ВЫ ЧИТАЦЕ, ОНИ ЧИТАЮ. Спасибо большое. СЛУХАТЬ. Я СЛУХАМ, ты СЛУХАШ, ОН СЛУХА. МЫ СЛУХАМЫ, ВЫ СЛУХАЦЕ, ОНИ СЛУХАЮ. ПОВТОРИТЬ? Я СЛУХАМ, ты СЛУХАШ, ОН СЛУХА. МЫ СЛУХАМЫ, ВЫ СЛУХАЦЕ, ОНИ СЛУХАЮ. ПОВТОРИТЬ ПОЖАЛЬСТА. Я СЛУХАМ, ты СЛУХАШ, ОН СЛУХА. МЫ СЛУХАМЫ, ВЫ СЛУХАЦЕ, ОНИ СЛУХАЮ. Конечно, вы повторяете за нами. И мы перейдем к следующему глаголу. УБЕРАТЬ СЛУХАЦЕ, ТОЕС ОДЕВАТЬСЯ. Я УБЕРАМ СЛУХАЮ, ты УБЕРАШ СЛУХАЮ, ОН УБЕРАЮ СЛУХАЮ. МЫ УБЕРАМЫ СЛУХАЮ, ВЫ УБЕРАТЕ СЛУХАЮ, ОНИ УБЕРАЮ СЛУХАЮ. Здесь обратите внимание сразу, что меняется форма самого основного слова. УБЕРАТЬ. ТОЕС Я УБЕРАМ, ТЫ УБЕРАШ, ОН УБЕРАТЬ. А вот слово СЛУХАЮ не меняется. ТОЕС Я УБЕРАМ СЛУХАЮ, ТЫ УБЕРАШ СЛУХАЮ, ОН УБЕРАЮ СЛУХАЮ. МЫ УБЕРАМЫ СЛУХАЮ, ВЫ УБЕРАТЕ СЛУХАЮ, И ОНИ УБЕРАЮ СЛУХАЮ. Можешь повторить, Руслан? Я УБЕРАМ СЛУХАЮ, ТЫ УБЕРАШС СЛУХАЮ, И ОН УБЕРАССЯ. МЫ УБЕРАМЫ СЛУХАЮ, ВЫ УБЕРАТЕ СЛУХАЮ, И ОНИ УБЕРАЮ СЛУХАЮ. Спасибо. Слово «кохать». Волшебное слово такое, да. Склоняется по-всякому. Я кохам, ты кохаш, он кохал. Мы кохаме, вы кохаче, они кохают. Еще раз. Я кохам, ты кохаш, он кохал. Мы кохаме, вы кохаче, они кохаю. Можешь повторить? Я кохам, ты кохаш, он коха. Мы кохаме, вы кохаче, они кохаю. А кого ты кохаш? Дзевчины. Ага. Хорошо. Можно пса кохать. Хорошо. Хорошо. Итак. Вот обратите внимание, что мы закончили первую группу глаголов. Все они заканчиваются на «ам» или «эм». Я для того, чтобы вам это было четко видно, вот еще раз напомню все эти глаголы. Я мам, я естам, я знам, я въем, я ем, я читам, я слухам, я уберам еще, я кохам. Видите? Вот все из них в первом лице заканчиваются именно «ам» или «эм». Теперь перейдем к другой группе, пожалуй, наверное, и в жизни она более численно, которая заканчивается на, чаще всего, на букву «эм», а иногда на букву «он» изредка. Итак, «хчеть». Я хцэм, ты хцеш, он хцэ. Мы хцэмы, вы хцэчэ, они хцэм. Вот видите, что здесь в принципе больших разниц на самом деле нету между склонением первой и другой группы. Еще раз. Я хцэм, ты хцэш, он хцэ. Мы хцэмы, вы хцэчэ, они хцэм. Русман? Я хцэм, ты хцэш, он хцэ. Вы хцэчэ, мы хцэмы, они хцэм. Отлично. Я хочу вам сказать одну важную вещь на самом деле. Вот здесь, конечно, очень важно, чтобы вы улавливали, потому что вот, например, Руслан в первом слове можно было в принципе даже услышать окончание «эм» «Я хцэм». И более того, очень часто поляки именно таки говорят «Я хцэм». Но пусть это не вводит никого в заблуждение правильное описание этого слова и правильное его произношение, несмотря на то, что чаще всего или, может, часто в обиходе мы прощаем себе речь и говорим «хцэм», то всё-таки слово «хцэм». И вот, следовательно, оно чётко причисляется именно к второй группе глаголов. Что, конечно, если не мешает людям, которые имеют проблемы с высказыванием, как мы говорили на предыдущем уроке, с высказыванием буквы «эм», чтобы себе упростить немножечко задачу и произнести правильно это окончание, как «эм». Идём дальше, «мудз», «мудз», «я могу», «ты можешь», «он может», «мы можем», «вы можете», «и они могут». Тут видите, тут буква «же» перепрыгивает иногда в букву «г», так бывает в polskем языке. Ещё раз, «я могу», «ты можешь», «он может», «мы можем», «вы можете», «они могут». Руслан, а вот я хочу тебе на сей раз попросить, а как бы ты перевёл на русский язык вот это склонение «я могу», что значит? «я могу», «ты можешь», «ты можешь», «он может», «он может», «мы можем», «мы можем», «вы можете», «вы можете», «они могут», «они могут». Видите, очень похоже, да? Спасибо, Руслан. Идём дальше. Вот такое слово очень распространённое сегодня, слово «пить». «Я пием», «ты пиешь», «он пиет». «Мы пием», «вы пиече», «и они пием». Ещё раз, «я пием», «ты пиешь», «он пиет». «Мы пием», «вы пиече», «они пием». Можешь повторить? «я пием». «ты пиешь», «ты пиешь», «он пие». «мы пием», «вы пиече», «они пием». «Спасиба». «Спасиба». «Дзінкуя». «Я мувим». «Ты мувиш», «он муви». «Мы мувимы», «вы мувиче», «они мувьём». Тут, кстати, хочу обратить внимание ваше, опять-таки, да, вот, чтобы мы не забывали, вот эта закономерность. Видите, вот во второй форме «ты мувиш», и третья форма «он муви». Опять мы чётко видим, что убираем букву «ш», буквосочетание «сз», и получаем третью форму. «Ты мувиш», «он муви». Следующий глагол «исть». «Я идем», «ты идешь», «он иде», «мы идемы», «вы идете», «они идут». Вот, обратите внимание, здесь, в принципе, очень похоже склоняется на русский, как в русском языке, слово «идти», да? «Я идем», «ты идешь», «он иде», «мы идемы», «вы идете», «они идут». Можно спросить, «докон идешь», «куда идешь», «докон идешь». И ответ будет «иде до кино», «иду в кино». глагол «брать», «брать», «я берем», «ты бежешь», «он бежит», «мы бежемы», «вы бежете», «они берем». Здесь я хотел бы обратить внимание на очередную закономерность, она присуща именно этой группе глаголов, которая заканчивается на «м», а именно, вот, обратите внимание, если мы говорим «я берем», вот, первая самая форма «я берем», окончание буква «л», то самая последняя форма «они», «берем», фактически, что мы видим, мы видим, что буква «л» замещается буква «он», «я берем», «они берем», «я мувем», «они мувем», обратите внимание, «я пьем», «они пьем», «я могем», «они могут», «я хцем», «они хцом», то есть я уже прошедшие глаголы вам сейчас показываю, чтобы доказать состоятельность вот этого правила, этой закономерности. Идем к следующему слову «мыслить», думать. Я мысля, ты мыслишь, он мыслит, мы мысли, вы мыслите, и они мыслят. Руслан, можно повторить? Я мысля, ты мыслишь, он мыслит, вы мыслите, мы мыслимы, и они мыслят. Спасибо большое. У нас еще осталось немного. Видеть. Я видзею, ты видзишь, он видзи, мы видзимы, вы видзите, они видзон. Я видзею, я видзею, ты видзишь, он видзи, мы видзимы, вы видзите, они видзон. Я пишу, я видзею, я видзе, он видзе, он видзе, и теперь я попросу Руслана повторить. Я видзе, ты видзе, он видзе, мы видимы, вы видзи, Я пишу, ты пишешь, он пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. Я пишу, ты пишешь, он пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. Спасибо большое. Сидеть, то есть сидеть. Я сидел, ты сидишь, он сидит, мы сидим, вы сидите и они сидят. Еще раз. Я сидел, ты сидишь, он сидит, мы сидим, вы сидите и они сидят. Повтори, пожалуйста. Я сидел, ты сидишь, он сидит, мы сидим, вы сидите и они сидят. Спасибо. И я еще раз хотел бы здесь попросить тебя, Руслан, чтобы ты помог перевести нам вот эти склонения, чтобы тоже показать, насколько все-таки эти склонения совпадают с русскими склонениями. Я сидел, я сижу, ты сидишь, он сидит, мы сидим, вы сидите, вы сидите, они сидят. Они сидят. Да, посмотрите, да, очень похоже, да, на самом деле. Хорошо, пойдем дальше. Если человек посидел, то можно и поспать. Я шпел, ты шпишь, он шпи, мы шпим, вы шпите и они шпем. Руслан. Я шпел, ты шпишь, он шпи, мы шпим, вы шпите и они шпят. Руслан. Я шпел, ты шпишь, он шпи, мы шпим, вы шпите и они шпят. Дякую. Перейдем к следующему слову. ПРАЦОВАЧ. Это такое слово, которое обозначает работу. Я працую, ты працуешь, он працует. Мы працуем, вы працуете и они працуют. Дякую. Тобишь робить. Тобишь, ты працуешь. Тобишь, ты працуешь. Что делаешь в субботу, к сожалению, работаю. ПРАЦУЕМ, я працую. Руслан, можешь повторить? Я працую, ты працуешь, он працует. Мы працуем, вы працуете и они працуют. Дякую. ДЕЛАТЬ. Тобишь, РОБИЧ. Я РОБИЁ. Ты РОБИШЬ. Он РОБИ. Мы РОБИМЫ, вы РОБИЧЕ и они РОБИЁ. Еще раз. Я РОБИЁ. Ты РОБИШЬ. Там ИШЬ. Он РОБИ. Последняя буква И. РОБИ. Мы РОБИМЫ, вы РОБИЧЕ и они РОБИЁ. Опять, видите? Я РОБИЁ, они РОБИЁ. Вот можно спросить, что РОБИШЬ? Что РОБИШЬ? Что РОБИШЬ? Что РОБИШЬ в СОБОТА? Что РОБИШЬ в СОБОТА? Такое слово достаточно распространенное. ЕХАТЬ. Я ЕДЕМ. Ты ЕДЕШЬ. Он ЕДЕ. Мы ЕДЕМЫ. Вы ЕДЕЧЕ и они ЕДЕМЫ. РОБИШЬ. РОБИШЬ. Я ЕДЕМ. Ты ЕДЕШЬ. Он ЕДЕ. РОБИШЬ. 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 Вот у нас предпоследнее слово осталось в нашей сегодняшней коллекции. «ЧЕСЫТЬ СЯ». «ЧЕСЫМЫ СЯ», что слова закончатся. То есть мы радуемся, что слова заканчиваются. «РАДОВАТСЯ». «Я ЦЕСШЕ СЯ». «Ты ЦЕСЫШЬ СЯ». «Он ЦЕСЫ СЯ». «Мы ЦЕСЫМЫ СЯ». «Вы ЦЕСИТЕ СЯ». «ОНИ ЦЕСЁСЯ». «Я ЦЕСШЕСЯ». «Ты ЦЕШИШЬ СЯ» «ОН ЦЕСШЬ СЯ». «МЫ ЦЕШИМЫ СЯ», «ВЫ ЦЕЩИТЕ СЯ» «ОНИ ЦЕШЁ СЯ». «МОЖЕŚ ПОРТАЛИТЬ?» «Я ЦЕШЕ СЯ», «Ты ЦЕШИСЯ» «И ОН ЦЕШИСЯ», «МЫ ЦЕШИМЫ СЯ». «ВЫ ЦЕШИТЕ СЯ», «И ОНИ ЦЕШ owners». Да. Обратите внимание, что опять-таки окончание «ся» нисколько здесь не меняется. Меняется только именно самое слово, да? Последнее слово «учить себя», «учиться», так? Я учу себя, ты учишь себя, он учит себя. Мы учимы себя, вы учите себя и они учат себя. Повтори, Руслан? Я учу себя, ты учишь себя, он учит себя. Мы учимы себя, вы учите себя и они учат себя. Спасибо большое. И таким образом мы закончили вот эту группу слов, которая заканчивается на «эл», «оу» в первом лице. Хочу вам сказать, что действительно, сейчас мы прочитаем все эти слова с вами, чтобы вам показать, что действительно они так заканчиваются. Посмотрите. То есть видите, здесь все оканчиваются на букву «эл», букву «ом» достаточно редко в окончаниях этой группы встречается. И, конечно же, к вам огромная, огромная просьба, чтобы вы вот эти слова выучили, вы их получите, конечно, в материалах по электронной почте. Вот это будет такой заметный шаг по учёбе польского языка. И мы теперь перейдём к следующей части нашего урока. А именно мы попробуем эти глаголы сейчас с вами, по крайней мере, некоторые из них применить на практике. Мы с вами узнаем несколько новых слов, существительных, но и, конечно же, мы потренируем склонение этих глаголов в конкретных бытовых фразах из жизни. Итак, сейчас перейдём к следующей части урока, а именно к практическому применению тех глаголов, которые мы с вами сейчас склоняли в настоящем времени. Конечно, мы сегодня для склонения и применения в практической обстановке используем лишь часть этих глаголов, а именно десять. Но это даст вам понятие, как это всё строится в фразе. Это во-первых. А во-вторых, это позволит нам узнать несколько новых слов, которые вам также пригодятся в повседневной жизни. Итак, я мам пса, альбо ты маш пса, альбо он ма пса. Можно сказать, мы мамы пса, вы ма че пса, альбо они ма ём пса. Это фраза простая, значит, я имею собаку, так? Пес — это собака. Я мам пса, ты маш пса, он ма пса. Вот можно такой очень простой, нехитрый диалог построить в виде вопроса и ответа. Я спрошу у Руслана, имеет ли он собаку, хорошо? А он мне ответит. Руслана, маш пса? Так, мам пса. Вот видите, вот я его спрашиваю, ты маш пса, а он мне говорит, так, мам пса. Еще раз. Я мам пса, ты маш пса, он ма пса. Мы мамы пса, вы ма че пса и они ма ём пса. Я иду до працы. Как вы догадываете, это фраза, значит, я иду на работу. Я иду до працы. Ты идешь до працы, он иди до працы. А в множестве нам числик, как будет, Руслан? Мы идем до працы, вы идете до працы и они идут до працы. Бардо доброе, отлично, так? Ну, каждый понедельник мы идем до працы, так? Каждый понедельник мы идем до працы, так? Во второе и в среду тоже идем до працы, в четвертый и в пятый. Нистеты тоже, к сожалению, то, что мы в эти дни и ходим на работу, так? Хорошо, идем дальше. Я слушаю музыку. Ты слушаешь музыку, он слушает музыку. Мы слушаем музыку, вы слушаете музыку и они слушают музыку. И опять вот вопрос-ответ. Руслан, слушаешь музыку? Итак, слушаю музыку. Видите, да? Ну, музыка, вы, наверное, догадались, что это есть та самая музыка. Я myślę о тебе. Вот тут такая фраза. Я myślę о тебе. Ты мыслишь о мне. Он мыслит о себе. Как это перевести? Вот скажи. Я myślę о тебе. Я думаю о тебе. Ты мыслишь о мне. Ты думаешь обо мне. Он мыслит о себе. Он думает о себе. Да, Руслан правильно это перевел. То есть, мыслить, думать, да? Я myślę о себе. Ты мыслишь о мне. Он мыслит только о себе, да? То есть, как бы, так можно иногда услышать. Он мыслит только о себе, да? То есть, он думает только о себе. Мы пьемы воду. Вы пьете воду. Они пьем воду. Как будет в единственном числе я? Я пью воду. Ты пьешь воду. И он пьет воду. Так. То есть, вода это в данном случае вода. Так. Чили я пью воду. Ты пьешь воду. Он пьет воду. Я ем обед. Ты ешь обед. Он ех обед. Как это перевести, Руслана? Я ем обед. Обедаю. Я обедаю, да? Я ем обед. Ты ешь обед. Он ех обед. Мы ем обед. Вы ехте обед. И они едут обед. Так. Они едут обед. Вот посмотрите. Здесь можно построить такой очень интересный уже диалог из двух вопросов и ответов. Можно спросить. Что делаешь? Я ем обед. Я ем обед. Ладно. Так. То есть, что делаешь? Я кушаю обед сейчас. Теперь, да? Так. Хорошо. Идем дальше. Я працую в дому. Ты працюешь в дому. Он працюет в дому. Как это перевести? Я работаю дома. Ты работаешь дома. И он работает дома. Мы працюем в дому. Вы працюете в дому. И они працюем в дому. Так. Это очень такая популярная в последнее время форма работы. Работа дома. Да? Вот. Хорошо. Идем дальше. Вот здесь мы применим на практике вот эти два глагола, которые отличаются от себя некоторым смыслом. А именно знам и вем. То есть, вот смотрите. Как можно использовать глагол знам? То есть, знаю. Да? Я знам твоем сестре. Так? Как это перевести руслан? Я знаю твою сестру. Да. Ты знаешь своем сестре. Ты знаешь свою сестру. Да. Да. Своем через свою. Твоем твою. Так? Чели... Посмотрите. То есть, тут можно сказать так. Я знаю твою сестру. Да? Вот. Но, например, слово вем, глагол вем, уже используем в другой форме. Я вем о ней вшистко. Так? Как это перевести? Я знаю о ней все. Да. То есть, видите, здесь в русском языке и здесь будет знаю, и здесь знаю. Да? То есть, я знаю твою сестру, и я знаю о ней все. Да? Но в польском языке будет я знам твоего сестре, а л вем о ней вшистко. Вот эта тонкость есть здесь. Вот использование этих двух глаголов. И причем это важно, потому что не можно сказать, я знам о ней вшистко. Так само, как не можно сказать, я вем твою сестру. Это абсурдально. И так не говорят. Я знам твою сестру и вем о ней вшистко. Хорошо. И вот еще один глагол. Я читам ксеншка. Ты читаш ксеншка. Он чита ксеншка. Так? Как это перевести? Я читаю книгу. Ты читаешь книгу. И он читает книгу. Хорошо. Таким образом, в принципе, мы посмотрели на применение десяти глаголов в таких очень нехитрых фразах. И причем мы узнали еще заодно несколько новых слов. Какие это слова новые, которые мы использовали в этих фразах? Пес. Это собака. Братца. Это работа. Музыка. Это музыка. Тобе. Это тебе. Мне. Это меня. Собе. Это себя. Вода. Это и есть вода. Обед. Обед. Дом. Так и будет. Дом. Сестры. Это сестра. Всёстко. Это всё. Всёстко. Ксюшка. Это книга. Еще раз повторю. Пес. Праца. Музыка. Тобе. Мне. Собе. Вода. Обед. Дом. Сестры. Всёстко. Ксюшка. И повторим еще раз глаголы, о которых мы сегодня говорили. Меть. Быть. Rosa. Всёстко. Ведять. Ведять. На этом мы сегодня заканчиваем наш урок. Я думаю, что вот эти слова, которые вы сегодня услышали и сможете их освоить, несомненно, будут хорошим началом для вашего образовательного пути в польском языке. И встретимся на третьем очередном уроке, на котором будем обсуждать очередные темы. Спасибо вам большое. Не забудьте сделать домашнюю задачу. Продолжение следует...